Так, все, мои записи, ребята, давайте, ну, кто-нибудь хочет привилегию Прочить последнюю миссию трактата, например Подожди, а мы же не дошли до, а, да-да-да, сейчас Да, ну, конечно, дошли, вот, вот, прямо Да-да-да, дошли, сейчас Сейчас я открою Может быть, Шмуль хочет читать? Шмуль, хотите бы читать последнюю миссию трактата и далее? Хорошо, начинаю Да, да, громче и ближе к микрофону, главное Окей Эн Машкин, Вашухатин, это Мидбариот Вал Машкин, Вашухатин, это Байтиот Байтиот, 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 да, наверное Элуин Байятот, Аланод Баир, Мидбариот, Аланод Баафар Значит, не дают пить и зарезают, делают шхита Не зарезают, в смысле? Не зарезают Животное, которое называется Мидбариот Да Но Это бы пустынное, да? Да Но дают пить и делают шхита домашним животным В смысле, в праздник, да? В смысле, в праздник, да? И те, и другие, очевидно, домашние, но одни и такого вида, другие и другого Ну и дальше разъясняется, собственно, какие они какие, да? Да Элуин Байятот, Аланод Баир, Мидбариот, Аланод Баафар И какие домашние, это которые каждую ночь спят, приходят спать, спать в свой хлеб? Ну, как бы, да, в городе, да? Буквально в городе, те, которые ночуют в городе, да? Мидбариот, то есть пустынные, те, которые спят на земле Афар – это земля Ну, типа того, да Ну, в смысле, что они спят там, где, ну, где-то там на выпусе, на выгоне Там, где кушают, там и спят Ну, вроде того, да, да, да Почему-то мне нужно знать, что дают пить и делают шхита Это... Секундочку 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 Значит, почему, откуда взялся вопрос? Что, собственно, означает вопрос? Почему, как бы, они задают вообще этот вопрос? Ламу-лили Меймар Машкин, вешуха-ты Потому, может быть, вопрос связан с тем, что почему связано поить и делать им шхиту Объединяются эти две вещи? Ну, во-первых, да, да Что, что, в чем тут дело, да Вообще, в основном, нас интересует Вообще, строго говоря, не очень понятно, почему мы не можем дать пить любому животному Ну, как бы, вот прилетел ко мне голубь, например, дикий Вообще дикий, ничей Вот Почему я не могу ему поставить ложку воды? С каких соображений? Ну, вроде нет таких соображений, таких серьезных Поэтому вообще непонятно, как туда эта Машкин затесалась Прошу хатынь, понятно, да? Ты знаешь заранее, придет он, придет он к тебе или нет Давай-ка я из него быстренько шашлык Нет, нельзя из него шашлык, потому что вчера Вчера, когда наступал праздник, ты не знал, что он придет Так вроде бы это работает Сейчас подошла моя жена Атара и сказала, что она сейчас сделает нафаршат хала И она сделает кабана, чтобы была удача Это прекрасно, нам сиюм очень нужно Здорово, спасибо Да, прекрасно И для всех, которые участвуют в этом уроке, все были здоровы Ладно Здорово Ну, точно, все Латбомер прошел, все как бы раз Все по календарям организовано Тут как бы эпидемия, да, Латбомер, эпидемия Потом уже все Дети в школу Родители в отпуск Ну, то учить по расписанию Тут как бы неважно Здесь рассказывается, почему напевать и резать Потому что шкура легче снимать Ой, очень плохо слышно Во-первых, да Тут очень важно, чтобы микрофон был направлен прямо на ваш рот Да, это я вот выучил за много Я не только Я немножко готовился к эпидемии У меня были уроки Виртуальные Поэтому как бы очень важно, чтобы микрофон То есть, чтобы вы говорили прямо в микрофон Тогда все слышно очень хорошо А вот так хорошо? Так вот отлично просто Так видно, у нас борода Ну, тогда я так поставлю, чтобы было слышно хорошо Мне обязательно, чтобы видно Итак Почтите сперва вот это Да, это мы поняли Дальше И это Значит, мы начали о чем-то говорить Мы продолжаем А, нет, я думаю, что здесь в данном случае нет Здесь я думаю, что Агав Орха Это в том смысле, что Он говорит так, как принято делать Что человек сначала дает пить животному, а потом делает шхиту Лучше, да? То есть, как бы, это часть Как бы вот этого Та поилка, о которой идет речь Это часть процедуры шхиты реально Да А, ему надо сначала дать попить, а потом Вот когда он собирается Кого-то, кого-то забить Он сперва дает ему ложку воды Мишом серху до мишка То есть, и так Кожу можно легче снимать Животному Я не понимаю То есть, это техническая вещь Да Раша действительно так объясняет Что если животное не напоено У него кожа сильно прилегает к мясу И к плоти И когда ты его забьешь, тебе нужно быстро его освежевать Да? Ну, вот так это делается Чтобы освежевать, нужно, чтобы кожа снималась легко Поэтому его поют, прежде чем забить Поэтому в процесс забивания Вот как Значит, нужно это понимать В процесс забивания Входит и напоение Да Какие являются медбариоты Какие домашние Медбариот Извини, пожалуйста Все-таки мне как-то очень слышно плохо Шурик, если ты слышишь Может быть, ты будешь как бы повторять То, что вот Хорошо Хорошо, я попробую Да, хорошо Давайте попробуем Я слышу, да Но я и читаю то, что у меня все написано Медбариот Элоген медбариот Вэлоген бейтиот Бейтот Да? Кто считается пустынным, а кто домашним Медбариот Кольше юнсот в песах Варвот ба фарваних Насот ба рвья решена Так ж, мой переводитель Значит, пустынные животные Это те, которые выгоняют их весной В песах Это весна И они там живут на земле И их загоняют домой Только тогда, когда начинаются первые дожди Да Да, значит Суть по всему Как бы Некоторых животных Отгоняют Как бы на выгон В песах, значит Пастись Они там басутся все весь год Сами по себе Или там под присмотром Каким-то Наверное Значит И когда начинаются дожди И их загоняют обратно Кстати, интересно, почему их загоняют Когда дожди Может, лучше наоборот Слушай, Шурик, извини, пожалуйста Я так поняла, что в мире зарегистрировалась Ты можешь там проверить? И подтвердить ее Где? В каком месте я должен это делать? А, подожди Ну ты же как админ сейчас Так, и И где я должен В какой физический Ты же тоже, во-первых, как админ А во-вторых, я просто Ты-то это делал, а я-то нет А, хорошо Тогда я сейчас отсюда выйду И присоединюсь как админ Думаю, что я смогу И попробую ее присоединить Хорошо, попробуй Мы решили, что мы будем делать сейчас Когда мы закончим Сейчас, подождите, Шурик Еще пару минут Сейчас Анька попробует Просоединить мир И мне действительно жалко будет Если Аньку упустят Да и мили тоже Нет, нет, я спрашивал Что мы будем сейчас делать После того, как мы Закончим Будем учить следующий трактат Рошешана Ага, окей Спасибо Ну, мы вроде бы решили Прошлый раз Что раз мы все На руках трактаты Эти трактаты То Это нам логично будет Ну, он Штанзайца подшит В один тон Нет, нормально Это мы Будем продолжать С Рошешана Если Ну, мы сейчас начнем Как есть А Может быть Со следующей недели Если у кого-то нет Трактата На руках То Я, может быть Попрошу Алину Которую выставляла Бейца То У нее Возможно Может выставить Штанзайца И Рошешана Вот Ну, в принципе Сейчас уже нет проблем Просто съездить Купить Как бы А, ну да Если Не знаю Как в Москве Да не Ну, на меня Не ориентируйтесь Ну У нас Нас не так много Денис Мы ориентируемся На каждого У нас Очень личный подход Но У нас Пока завал Мы там Кажется уже На втором месте И так далее В общем Мы пока сидим Понятно Понятно А У вас Трактат Рошешана Есть в руках Нет Нет Я Слежу по интернету Вот Вот этот Слежу по интернету Я думаю Наверное Есть Да Точно так же Можете сделать И с этим Есть Кстати Если вы хорошо Понимаете Английский То есть Дивный Дивный Перевод Санчино Очень толковый И И И С хорошими Разъяснениями Он есть Сити Спасибо Если что Спасибо Так Анька У нас Застрел Застрел Ну, пока вот уже Аня появилась. А, вот Аня. А вот Аня появилась, Амире. Ну, вот я ее подтвердила. А, подтвердила. Очень хорошо. Ну, хорошо. Давайте тогда дальше. Шмует. А, окей. Значит, Митбариот, который выгоняет весной, загоняет когда дожди начинаются. Да, вот Раша говорит Бамархешван. После Суккота, где-то. Ага. В Эллоэнд бейтот колше цотвораот хуцлат хум Убаот валанот бетох от хум Значит, а те, что называется, домашние, это те, которые выходят, выгоняют утром и загоняют вечером. Ну, да. Которые, по сути, давайте, кстати, точно переводить. Нам будет легче потом понимать. Да, мы... Извини, пожалуйста, а можешь перевести то, что было пока я... А мы ничего не двигались дальше. Мы бы тебя ждали. То есть, что там было сказано? Еще раз. Есть такая Байта. Значит, Митбариот, как бы, да, пустынный, считаются те, которые выгоняют на полгода, то есть, на то, что называется Емото-Хама, да, выгоняют на лето, на дальние выгоны. Да, тут, кстати, важная подробность. Да? Ир, это считается Ир в Эдхумширо. Да? То есть, как бы, вот этот вот километр в каждую сторону, как бы, это считается Ир, да, потому что ты можешь пойти и взять. Всегда, да? Если, если животное пасется внутри, ну, пасется или там живет, неважно, находится внутри Эдхума, это, это уже точно Байтиот. Байтот. Да? Потому что это, это всегда доступное животное. Ты можешь его всегда пойти, пойти и забрать. Хоть живым, хоть зарезанным, неважно. Да? Теперь, значит, с точки зрения Стамбрайта, да, Танакама, Байтот называются те, которые каждую ночь загоняют, по крайней мере, внутрь Эдхума, а Мидбариот, это те, которые на полгода отгоняются на дальние выгоны, выпасы. Теперь, второе мнение, дальше. Раби Омер, Элу, Элу, Байтот, Эла, Элу, Эн, Мидбариот. Раби говорит, что вот те, про которых мы говорили, и эти, и эти, они домашние. Ага. Эла, Элу, Эн, Мидбариот, А вот эти, они пустынные, то есть, на все лето. КОЛ ШЕЙОЦОТ ВЕРООТ БЕАФАК, ВЕЭН НИХНАСОТ ЛАЙШУВ, ЛОБИМОТ АХАМА, ВЕЛОБИМОТ АКШАМИМ. Да. Это те, которых выгоняют, и они пасутся на земле, и не заходят в населенный пункт, не во время солнца, то есть, летом, и не во время дождей, то есть, зимой. Да. Да. Те, которые... Так, у нас кто-то исчез, а Наташа куда-то делась? Значит, ты Мире пытаешься позвонить, Анька? Да, дело в том, что я сейчас говорю с Мирей, она уже получила от меня письмо подтверждение, и сейчас я ей объясняю, как войти. Я понял. Значит, итак, с точки зрения РАД, те, которые хоть когда-либо возвращаются в город, они уже будут считаться Мидбориэр, Эльбайдет. А Мидбориэр, это те, которые на весь год вообще всегда где-то там пасутся. Если тебе оно зачем-то нужно, ты туда идешь и ее берешь. Ну, грубо говоря, так далее. И не в... Не летом, то есть, Емода Хама, не в жаркие дни, не в сезон дождей, то есть, зимой, они не возвращаются в город вообще. Так, на этом Брайта закончилась, и начинается обсуждение, видите, да, когда иврит меняется, арамейский, значит, начинается обсуждение Брайты. И по мнению Раби, кто, что, какое животное является Мукци? Нет, он говорит, у ми итли ли Раби Мукци, а если, разве у Раби вообще есть понятие Мукци? Да, ведь эти Микбарьот, они запрещены, как мы поняли из календаря раньше, они запрещены по причине Мукци, да, эти Микбарьот. О, Мири тут заходят, заходят Мири. окей, они запрещены по причине Мукци. А у Раби вообще есть такая штука Мукци? Подожди, а у кого-то там не было Мукци, да? У Раби не было Мукци, естественно. Теперь вопрос, есть ли Мукци у Раби? Да, для того, чтобы нам вообще поддержать эту нивишну, нам нужно понятие Мукци, иначе непонятно вообще почему как бы мы не можем какое-то животное забить привет в мире. Значит, вот, он говорит, но ведь по нашим сведениям у Раби вообще нет понятия Мукци, как у Раби Шимона. Потому что... это такая штука, это финики, которые никогда вообще не дозревают природа на дереве, они не узревают. Их нужно сорвать с дерева и поставить, поставить, доходить. А в чем с ними проблема, давайте посмотрим, Раши. Подожди, а в чем это? Я не поняла, почему... Еще раз, еще раз. мы хотим показать, что у Раби вообще нет понятия Мукци. Для этого мы приводим некоторую совершенно другую историю, как сын Раби, Раб Шимон, сын Раби, и спрашивают у Раби, будут ли Мукци, по мнению Раби Шимона, вот эти подстилы Тамара. Подстилы Тамара это финики, которые не дозревают на дереве, дозревают только внизу. Ну, в смысле, в корзинах. Вот, Раша пишет, «Тмарим, чем мы шоу бейлан леулан? В бедриму там, меня елан, во усим ларем тухарлот, ген клика под тмарим. Вы консину там, глядухан, мы башлот». Мраули, холь, мы ем бьем туда. Теперь, смотрите, что получается. Получается, что мы собрали корзину этих фиников. Мы не знаем точно, когда они дозреют. Вот я в емдов думаю, не съесть ли мне финика. Иду к этой, значит, корзине, смотрю, выбираю там те, которые дозрели. Вопрос, могу ли я их съесть, если я не знал, что они созреют? Может быть, они даже и не были зрелыми вчера. мукцей, они будут мукцей, их нельзя есть. Поэтому они спрашивают, как будет по мнению раби Шимона, у которого нет жесткой мукцы. Да, теперь дальше. Ответ. Это спрашивает сын раби, раби. У раби спрашивает его сын. Амарло эйн мукцы ла раби Шимон. Ла раби Шимона нет понятия мукцы вообще. Секундочку, на следующей страничке там дальше важное уточнение. Эла, значит, эйн ла раби Шимон мукцы, эла гро-гро гро-гро цимукин белват. Ага. То есть раби Шимона и мукцы являются только гро-гро и цимукин. Гро-гро и цимукин это вещи, которые гро-гро это я не если я не ошибаюсь то ли фиги то ли финики а цимукин понятно это изюм, да? То есть это вещи, которые специально сушатся. Значит, Раша объясняет так. Шээм и тхила руим ля хила выудох атом бы я дайм ля пшан вышу и на руин а чай пшу да? почему даже у раби Шимона, который в принципе мукса не очень признает, эти вещи будут муксы. Почему? Потому что он сам лично руками их отодвинул от себя, да? Сказал, они в принципе могли, их можно было бы съесть свежими, да? винограды, вот эти вот там фиги, их можно было вполне съесть свежими. Но он решил в какой-то момент, он решил, что нет, свежими я их есть не буду, они должны высохнуть. Я буду их есть сушеными. И он, значит, ля лутан, видимо, это он как бы на крыше их раскладывает, чтобы они высушились. Теперь уже, теперь уже без специального как бы дозволения себе их съесть, он их съесть не может. Теперь они уже мукцы, если он специально об этом не предупредил заранее. Да. Значит, такая штука будет, мукцы, даже для раби Шимон. А валь-элу, говорит он, Раши, лудакал там беядаем, века дахельминаеву, агикасал кадаты, медепарихли миртедеракшимон, альбакарабешимон свирали. Ага. Значит, значит, так, значит, теперь с недозрелыми финиками. С недозрелыми финиками другое дело. Почему? Потому что они изначально не готовы к съеданию, и он их никуда не дахал, он их не откладывал в долгий ящик. Наоборот, он их положил, чтобы они дозрели и стали пригодными для съедания. Да? То есть он другими словами готов, что они могут созреть в любой момент. Созреть, да. Парабешимону, Парабешимону, да, по какому терапию Иуде наверняка будет не так. Но Парабешимону он все время готов, да, вот совершенно как ты сказал, он как пиагер, всегда готов, что они наконец-то дозреют, и он их сможет съесть. Поэтому они не могцы. Вот. И дальше надо делать важное замечание, что коль скоро Раби разъясняет слова, разъясняет позицию Раби Шима, значит, сам он думает, как Раби Шима. То есть, что мукцы. Да, что мукцы нет. И поэтому совершенно непонятно, в чем влезает в объяснение этой Мишны, если он вообще не верит, что есть мукцы, и думает, что можно этих животных хоть каких брать. Какая ему разница, бьет они или бить ее. То есть, другими словами, мы пока еще не нашли как бы объяснение этой Мишны, да? Не-не-не-не-не. Мы обеспечиваем сейчас частный вопрос. Почему в Брайту влез Раби, который вообще во все эти глупости не верит? Что делает Раби в обсуждении, какие бьет бриоты, какие бить если это развлечение для него просто не важно? Теперь, значит, ну, тут, кстати, есть некоторое в самой Брайте, в самом языке есть некоторое намек на разгадку, потому что Раби очень сильно отодвигает границу этих бить сиотами бриот, да? Для него почти все звери будут кубать. Это что это у нас? Тут Шмуль закрылся гемарой. Я не услышала, для него почти все звери что? Почти все звери будут бить йод. Да, для него бить бриот будут только такие экзотические звери, которые вообще никогда домой не возвращаются. Они вообще полудикие эти какие-то бараны, которые хозяина своего видят только один раз в жизни, когда он приходит их забивать в сущности. это странный вид животных. Таких, наверное, не очень много. В основном каких-то... Обычно вообще не бывают таких животных. Что ты говоришь, Миря? Я спрашиваю Лео, что такие животные существуют. Нет, 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 тебя совершенно не слышно, ты должна говорить микрофон, но ты иначе не получишь. А что, существуют разве? Ну, я не знаю, Раби считают, что вот это есть такая категория животных. Я не знаю, наверное, существуют. Мне неизвестно, как бы. Может, как-то в бестиарии водятся, вот где-то там. Не, 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 в бестиарии не кошерные водятся, Миря, не, не, дело не пройдет. Но я думаю, что можно спросить, в смысле, если у кого-то есть доступ к каким-нибудь кавказским пастухам, может быть, они знают об этом лучше. Я лично, ну, как бы, ни разу не пастух. Есть места, где разводят оленей, например. Вот олени живут в... Да, или лосей какие-то. Лось ведь тоже кошерный. Конечно. Да, да, может быть. Может быть, имеется в виду действительно какие-то полудикие животные, с трудом одомашенные, которые живут всегда на каком-то выгоде, я не знаю где. Но время от времени мы их посещаем и, например, забиваем. Это яки, бизоны, вот такие. Да, и теперь, да, бизоны. Да, точно, подают же мясо бизону в Штатах, в Павловне, в ресторанах. Вот. И это сам. Теперь, кто-то из этих животных, значит, какая ситуация, кто-то из этих животных в праздник. Если, тут ведь как, если мы его заранее до праздника привели внутрь тхума и тем самым выразили намерение его съесть, тогда у нас нет проблем. Там вообще нет проблем. Но если какое-то из этих животных сорвалось там с этой привязи или там где они, там из закона вырвалось и прибежало ко мне, значит, лизать мою соль, они их там солью прикармливают, да, если я правильно помню, лосей. Вот. Это уже какие-то советские еще воспоминали, там какие-то любили это в телевизоре показывать, как этот лосей наверное идет в рекарму. Вот. Солью. И вот он прибежал лизать мою соль ко мне домой. Я думаю, о, сейчас мы лосятинки не навернем. Не навернем, потому что в Йонтов он считается этот мидбриот. Вопрос, а какая разница, бибриот он или не бибриот? Потому что у него понятия мукса нет вовсе. И сейчас ответ. Даже два ответа. Вы обеи тайма, если захочешь сказать. Если хочешь, скажу так. И баи тайма это оператор, который намекает на неоднозначность ответа. И баи тайма это, ну, можно сказать так, а можно сказать и вот так. Да, вот первое, первое, можно сказать, это вот как. Не, 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 Мы вырискочили просто. Да, да, да. Ани нами грогрот в цемукин нами. Ага. Значит. Ну? Ну, что эти бибриот, они как цемукин в грогрот, что мы не знаем. Да, потому что, по мнению Раби, это какие звери? Это звери, которых ты отогнал один раз, хрен знает куда. И все, и больше, 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 больше ты их не видишь, они тебя не видят. Как бы, и это действительно можно осматривать, как грубород в цемукинами. Ты их как бы дахаба ядаем, да, ты их сам, сам лично, руками отнес за пределы Тхума и оставил там. Выгнал, да? И теперь ты как бы даже по Раби Шимону ты не можешь ими пользоваться. Даже по Раби Шимону они будут считать самым опцией. Если скажешь... Можно сказать и так. И по словам Раби Шимона, как сказано, что он не считает мукци, да? Да, Раби просто разъяснил слова Раби Шимона, ну, мнение Раби Шимона, но сам он не считает так. Для него самого мукци есть. А если ты и скажешь... Выгнал, а есть еще третья версия. Лидевргем де Рабанан каамалу. По словам мудрецов Рабанан было сказано, да? Нет. Что, когда он спорит с мудрецами там, в Брайте, он говорит по их словам. Вот там дальше разъясняется, как это работает. Лидиди эйн мукци. То по их понятиям нет мукци. Элэ лидиддуху ходу лі мигат эхэ до яцет до яцет до яцот вэра од до пэсах вэних нэсот бэрвия решана бэйтіотэн. Вэ амру лэ Рабанан ло мидбаріотэн. А по словам Рабанан что он сказал он значит он влез в этот спор чтобы сказать вообще-то у меня я лично считаю что мукса никакой нет. Я в этом муксу не верю. Но вы по крайней мере признаете что по вашему же собственному мнению должно быть так. По вашему мнению согласились с ними, да? Шлужим громче микрофон уже и я ничего не слышу. И согласились с ними с ним согласитесь со мной согласитесь со мной, да? Что те, которые выходят в Песах и возвращаются в Риэя когда начинается дождь Риэя решена когда начинается дождь то это домашние дебайтоты и сказали ему Рабанан мудрецы ло мидбаріотэн мудрецы говорят нет эти уже пустынные мудрецы да значит он говорит третье понимание понимает понимает значит у нас есть три понимания да понятно да по первому пониманию Раби действительно идет по мнению Рабшимана он не признает мукцу в общем случае но он признает очень маленькие частные случаи мукцы и это как раз этот случай да те звери которые навсегда выгнаны на выпас это и есть тот маленький частный случай где даже Раби Шиман признал мукцу это первое мнение и эти звери приравниваются вот к этим к этим другорот цумукин да к этим вещам которые специально разложены для просушки они специально выгнаны на дальний выпас то есть они специально разложены для просушки то есть они специально как бы ну они являются мукцой как бы да потому что ты произвел некоторые действия которые выключили их из общего круга потребления Раби Шиман же как он не придаёт мукцу для вещей которые включены в обыденный круг потребления да то есть ты не должен думать прежде чем взять какую-нибудь хрень из своего холодильника и и съесть ее ну грубо говоря да ну или там не съесть не важно носить по дому или там вот это вот значит теперь что такое холодильник в данной ситуации холодильник с точки зрения Раби Шимана это все вещи для которых я не сделал никакого специального действия чтобы выключить их из регулярного круга потребления но с этими цемуками я сделал это действие я положил сушиться тем самым я как бы выразил свое отношение к ним я хочу чтобы они просохли прежде чем я буду их употреблять теперь они не досохли но их можно есть да но для того чтобы их есть праздник или в субботу я должен сделать специальные действия накануне чтобы включить их обратно в этот круг потребления потому что они уже выключены то же самое с этими зверями по этому способу разъяснения то же самое с этими зверями я как бы нарочно их отвел за пределы хума для того чтобы им было вольгоднее пастись я не хочу их видеть вообще да они в мыту вообще у меня не присутствуют они там где-то на выпасе я могу там проведать раз не знаю сколько поглазить их по головке и там я не знаю детям покормить их с ручки ну или забить и съесть ну или постричь неважно ну что-нибудь с ними сделать такое полезное вообще полезное но в принципе они выключены моим действием они выключены из обыденного круга потребления для того чтобы их включить обратно мне нужно снова сделать некое действие это действие нужно делать накануне суббот или праздника понятно что если я его сделал то тут никаких проблем нет вот значит ну это первое объяснение второе объяснение это что он вообще на самом деле он не верит в рабе Шимона рабе он просто объяснил его спросили как будет по рабе Шимону и он объяснил как будет по рабе Шимону но сам он в это не верит для него есть мукса он идет по рабе Иуде для него есть обычная мукса все как все предполагает просто он считает что те которые у тебя иногда дома находятся они уже не муксы ты уже про них как бы думаешь они уже как бы автоматически включены в круг потребления наоборот для рабе Иуды нужно некое действие ну хотя бы ментальное для того чтобы включить вещь в круг потребления ну так вот он и говорит что те которые ты привык видеть хотя бы полгода внутри дома для них это действие делается автоматически как бы как это все как это вещей которые в холодильнике даже ты же не будешь даже по рабе Иуде ты не будешь считать что это должно чтобы тебе налить налить молока в чашку тебе нужно какое-то специальное действие с этим молоком делать накануне нет не нужно оно включается автоматически вот третье объяснение состоит в том что он да верит в том в рабе Шимона не верит в муксы и даже этих зверей тоже не считает муксы но говорит давайте я попробую по вашему мнению объяснить что происходит вы верите в муксы но хотя бы согласитесь с тем что муксы это те которые только отогнаны навсегда а вот те которые возвращаются на полгода это уже не муксы они говорят не-не-не-не-не постой постой те которые те которых я каждый день вижу вот они не муксы а те которые полгода здесь а полгода хрен знает где для них автоматически вот это вот включение в праздничный обиход не работает это то это вот третье объяснение оно мне кажется кстати самым убедительным второе тоже убедительное и первое ничего на самом деле они все они все поэтому они что такое бай-тейма это когда у нас есть несколько одинаково весомых резонов или наоборот несколько одинаково слабых да и мы считаем должно привести их все они их нельзя сочетать между собой да они все они альтогнативные они либо вот это либо кто они либо они извини они либо одинаково весомые либо одинаково слабые часто бывает так что и бай-тейма приводит несколько слабых аргументов которые по одиночке не работают плохо а вместе ну когда накапливается их масса как бы вроде предпринимают впечатление того что ты вроде на вопрос ответил вот здесь здесь мне кажется что три они скорее одинаково весомые да и все все три из них легко предположить что так может быть подожди а почему они не считают считают что те которых они видят полгода это это мукса потому что потому что ты не привык видеть каждый день дома понятно почему они считают это как раз довольно логично сейчас подожди то есть понятие мукс это то что ты привык видеть в своем а если у тебя уже привычка ты знаешь что ты их видишь раз в полгода то есть что зависит от того и цервала времени просто обрати внимание что те полгода которые они за пределами твоего тхума это все те полгода на которые выпадают все три праздника то все ямин то вим выпадают на ямот ахама а не на ямот акшамин то есть в те дни когда когда они когда когда у тебя праздники Песах Шевуот Роша Шана и Сукот они на дальнем выгоне поэтому их очень трудно считать что они автоматически включены в круг потребления потому что они не тут это зверь который случайно забежал оттуда понимаешь это не если бы если бы речь о звере который ты накануне взял и привел ты же сам не можешь его привезти из-за тхума тхум-то он и есть тхум вот если речь идет о звере который ты специально пошел накануне праздника привел то он конечно не мог но про него и не речь речь про тех которые обычно там но случайно попали сюда и ты говоришь о какая прекрасная возможность давай-ка мы его заточим сейчас по праздничек нет вот ты этого сказать не можешь потому что ты был к этому не готов а можешь только про тех зверей которые каждый день приходят каждый день приходят вот они как в холодильнике и так и считают мудрецы по третьему объяснению считает иначе по третьему объяснению вообще никак не считает он считает что они должны считать иначе что раз они там полгода вот как ты сказал раз они все-таки полгода дома я вторые полгода о них вроде как помню и даже если они там забегут то они вроде как не мукцы но мудрецы говорят ты в этих мукцах не разбираешься потому что ты в них не веришь ну грубо говоря я утрирую несколько ты в них не веришь не лезь к нам сейчас мы сами хорошо понимаем как это работает вот та овца которую я каждый день вижу та не мукца а та овца которая а тот лось который у меня напасется хрен знает где и может быть случайно забежал ко мне вот как раз на праздник воды напиться так это нет так это все кимус а воды ему еще дать можно просто так а забивать уже нельзя смотри да вроде я поняла но я не поняла ведь получается что второе и третье объяснения они как бы просто ну противоположные они все три конкурирующие они все три объяснения несовместимы между собой это характерная характерная характеристика так сказать оператора и байдрейма они должны быть конкурирующие они не могут быть не могут сочетаться иначе бы они бы строились по другому я просто пытаюсь понять что если во второй и в третьей говорится просто противоположные вещи да противоречащие друг другу таким образом они могут подтверждать Мишну каждый из них по-своему подтверждает Мишну ну не Мишну а Брайку собственно каждая из них в отдельности служит ответом на вопрос но они но не но не две вместе может быть так а может быть так а может быть и вот этот мы же не знаем как мой Раби умер давно мы его спросить не можем да нет я не могу понять как может подтверждать если Мишну или Брайту подтверждает утверждение что домашние животные уходящие на полгода не мук вот это подтверждает теперь каким образом может подтверждать Брайту утверждение что животные уходящие на полгода мук Не понял, в каком месте это утверждение сделано. А, нет, так это же разные мнения. А при чем здесь? У нас и в Брайде зафиксировано разное мнение, у нас есть мнение, мы же не подтверждаем или не подтверждаем одно из мнений. Мы просто объясняем, каким образом эти мнения могли возникнуть вообще. Нет, что есть такие мнения, мы и так понимаем, а эти считают так, а эти считают иначе. Но тут вопрос, что Раби, возможно, и вовсе не считает никак. Так, да, в этом все дело. Что он, возможно, к этой мукции не имеет вообще никакого отношения. Он ее в убор не видит и не хочет. А, Наташа, Наташа стала две, удивительное дело. И ни одна из них нет. Наташа, прежде чем говорить, нужно включить микрофон. У вас там есть такой микрофончик. Ну да, видимо, я потеряла вот эту цепочку. Как бы... Сейчас, давай я еще раз просто схематично субью и скажу. Значит, мы что, у нас говорит нечто. Говорит, что есть разница между животными, так сказать, ночующими дома и животными, не ночующими дома. По-простому. Теперь, Брайта говорит, что что мудрецы, ну, некие абсактные мудрецы Таракама считают, что что животные ночующие дома, это животные ночующие дома каждый день. А животные не ночующие дома, это животные, которые на полгода выгоняются, на полгода пригоняются. Раби считают, что даже эти могут считаться ночующими дома. А животными полудикими могут считаться только те, которые выгоняются навсегда вообще, они живут там. Дальше задается вопрос, а разве Раби вообще имеет слово в этом споре, он же не верит в муксы. И дальше объясняется, почему. Теперь, на это дается три альтернативных ответа, которые входят с операторами Бай-Тейпа. Это можно объяснить так, вторым образом и третьим образом. Они между собой непримиримы. Их нельзя сказать, что можно объяснить набором этих образов. Нет. Каждый из них дает отдельный ответ на этот вопрос. Мы не знаем, какой правильный, потому что мы не знаем, что думал Раби на самом деле. Да, потому что Раби умер 200 лет назад, или там 300 лет назад, по сравнению с тем, когда это пишется. Вот. У него не спросишь. Мы прочесали источники, нашли что-то похожее. Но это был вопрос, да. В вопросе мы уже нашли. Некоторый намек на то, что думал Раби. Но нам его мало. Их расставь-то мало, потому что иначе вообще непонятно, что он действительно в этом споре делает. Вот. Таким образом, мы строим три альтернативных версии того, что он мог бы думать, чтобы влезть в этот спор. Значит, он мог бы думать, что... Он мог бы думать, что... Как Раби Шимон, что мукцы нет. Но тот конкретный случай, который он описывает, это настолько экзотический случай, что в этом случае даже Раби Шимон признал бы мукцей. Он мог бы думать не как Раби Шимон, а то, что он объясняет мнение Раби Шимона, ничего не говорит. Мало ли кто какой. Я вот тоже разные мнения объясняю. Что же я так все думать буду? Вот. Значит, даст он только объясняет мнение Раби Шимона, а самого не придерживается. У него мукца есть. Она немножко более слабая, чем у Танны Камы, да. Потому что он больше вещей включает как бы в обиходный обиход. Да, вы автоматически как бы пригодны. А меньше вы вне пригодны. Но она все-таки есть. И третий вариант, потому что он таки, да, он все еще идет по мнению Раби Шимона, что мукцы нет. И в этом случае тоже мукцы нет. А он их пытается спровоцировать. Он просто говорит, ну признайте, по крайней мере, что вот это правильно. А они ему говорят, нет, это неправильно по нашу. Мы считаем иначе. Вот, вот, вот там устроен субъект. Все. И на этой так же с минутой мы закончили трактат. Это, кстати, не очень характерно. Это, кстати, не очень характерно. Обычно трактаты стараются закончиться на какой-нибудь приятной агаде. Лучше всего про марширя, про что-нибудь такое. Вот. Чтобы осталось приятное, это самое, ощущение. Но я думаю, что мы приятные ощущения из себя создадим у души сами, как нет. Вот. Вот можно выпить. Если кто-нибудь хочет выпить за сию, у меня даже есть немножко выпить. Вот. Я могу себе чуть-чуть налить. Утро еще. И мы молодцы, ребята. Вы понимаете, да, что те, кто, по крайней мере, учился сначала, ну и даже те, кто присоединился потом, что мы выучили трактат каллода. Ребята, это же, ну, действительно не фунт изюма и даже не фунт ругород. Ну. Лихаем, ребята. Почти что, лак бы умр. Лихаем, лихаем. Сейчас я тоже выпью. Лихаем, лихаем. Лихаем. Спасибо. Я к вам вовремя попал. Конечно, Денис, мы с тобой вовремя. Мы с тобой вовремя. Сейчас мы начнем новый трактат, что будет еще более своевременно. Токанька исчезла с радаров. Бухает, наверное. Прям сейчас начинаете, Шурик. Ну, сейчас. Традиция такая, да. Закончил один трактат, сразу начинать второй. Тут нельзя, значит. Вот все, 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 значит, делали хай. Обзор, вы тоже, ты тоже там... Лихаем, лихаем. Да. Анка исчезла полностью. Она, наверное, ушла за бухлом. Я так понимаю. Она пошла в погреб. В погреб-то. Мне погреб близко, поэтому я уже вернулась. А у нее, видимо, дальше. И у меня блеска. Так что я уже вовсе с вами выпил. Ну, прекрасно. Значит. Ну, хорошо же. Значит, у нас были некоторые сомнения, когда вы с Анькой беседовали. Я просто пока ее нет, я буду занимать вас разговорами. Я не хочу без нее начинать. Это было бы неправильно. Вот. У нас были некоторые сомнения по поводу трактата Роша Шара, поскольку она считает, что его многие учили в больших количествах. Она сама как бы... Ну, понятно, это такая удобная хрень. Много годы, много рассуждений о всякой там религии. А вообще, это самый религиозный трактат, по-моему. Этот самый Рошана и Таанит, по-моему. По-моему, самые религиозные трактаты во всем Талмуде. Все остальные обсуждают более-менее практические вещи. Ну, вот Бейца, например, как вы видели, да, трактат, в сущности, почти неогатический, да, весьма лохичный. О, Анька, лихая. Ну, Анька. Такая еще без звука. Такая, что... А, Барс, лиха. Анька, покажи нам Мейера, мы его поздравим. Дело в том, что его сейчас нет, он пошел с нашим сыном купаться на море. Окей, ну, может, он еще появится. Дело в том, что в этот тот момент, Шурик, когда ты пил за окончание трактата, меня выбило здесь из интернета, видимо, хозяин уже отключил нам Wi-Fi или что-нибудь. Я еще не начну с телефона, поэтому я тоже пью за окончание трактата. Ура! Ура! Но вы еще не начали новый, правильно? Нет, нет, мы тебя... Ты сама сейчас начнешь. Поскольку все это вообще стало возможным благодаря трудам Аньке, как бы, и тут, естественно, я, да, я просто обязан сказать эти слова, потому что, ну, это уже не первый урок, который Анька организует, ну, помимо прочего, не первый мой урок, но есть еще много других, как бы, и все они ужасно интересные и стали возможными только благодаря тому, что Анька сделала свою муту, и, наверное, в начале, я же не помню, как было в начале, наверное, никто не верил, что что-то получится, вот, но получилось очень здорово, и мы просто, ну, не знаю, для меня это огромная возможность. Спасибо, спасибо. Спасибо. И мы даже научились вот в виртуальном каком-то общении. У меня вообще этот карантин был очень ужасно ностальгический, поскольку все сидят по домам, и это самое, я разыскал каких-то старых друзей, там, вот, там, пообщался с одноклассниками, которых там 35 лет не видел. Да, ты знаешь, у меня тоже, я со своими родственниками, которые в Москве, в Англии, в Америке, начинаю восстанавливать отношения, просто для меня фантастическое, я начинаю их учить рисование у их детей, которых я, как бы, вообще имела какое-то самое мелкое представление, а теперь эти дети вообще со мной там что-то рисуют. Ну, Мир, ты вообще великая, да, ты вообще великая. У меня это кустики нашлись. Вдруг нашлись, понимаешь, люди, с которыми, как-то я не знала, как зацепиться, что это, им звонишь, скажешь, привет, я хочу там с вами, я не знаю. У каждого какая-то своя далекая жизнь, а тут вдруг все идет сближение, какое-то такое. Да, вот это удивительно совершенно, удивительно такое свойство, это и нынешний, ну, я даже не хочу говорить чего, вот, значит, ну, хорошо же, Анька, тогда мы очень благодарны, Ань, что ты нам устроила вот эти уроки, просто это замечательно, ты знаешь, потому что Шурик, я много учила Таун, но я все время была уверена, что я ничего не в состоянии понимать, вдруг у меня оказалось, что я в состоянии... Не-не-не, ну, это, это, да, это вы не умеете просто их готовить. Это благодаря Шурик. Нет, я, нет, Таун Муд, Таун Муд, ужасно простая штука, если, если знать, как с ним обращаться. Вот. Так вот, мы пока тебя не были, я успел сказать, Анька, я успел сказать, что Роша Шана, это чуть ли не самый религиозный трактат Таун Муда, Таун Муд вообще не религиозная книжка, она не про религию совсем. Вот, а нам про то, как надо жить, про то, как воспитывать себя, воспитывать других. Нет, но некоторая ответственность в ней есть. Про ответственность, про кучу всяких... Религиозное очень качество ответственности, ты знаешь? Да, 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 верно, верно мне, я очень согласен. Вот, про, вообще про, 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 про некоторый круг жизни немножко более углубленное понимание жизни, да, когда мы прицепляемся к каким-то вещам, которые обычно просто не замечаем. Вот. Так устроен еврейский мир вообще, так устроен, и так, прежде всего, устроен Талмуд как основа этого еврейского мира. Ну, Роша Шана особый трактат. В нем действительно про религию. Ну, кое-чего. Он, да, поэтому его так любят учить на всяких там, я не знаю, популярных, популярных лекциях и семинарах, поэтому Анька немножко ворчала, что она уже там все учила и все знает, и много раз... Но, тем не менее, тем не менее, мы решили, что мы все-таки его возьмем, во-первых, по его доступности, да, много у кого есть сейчас Штензальц на руках, и он может его учить. Но эти много кого, это, я так понимаю, Зор и Анька. А остальные учатся как-то еще, я так понимаю, но не суть. Да, кстати, если есть запрос... Если есть запрос, то я могу попросить Алину выставить Штензальца, Роша Шана в сеть. А знаешь, как мы делаем с Рав Стряковским? Там как-то так устроено, что сразу появляется на экране тот лист, который мы учим. Да, но это значит, что Рав Стряковский забил этот Талмуд, уже сам забил в сеть, а я этого делать не умею. А вот Алину... Он и все, он там несколько листов, ему жена каждый раз... Ну, видишь, я этим заниматься не буду, но я могу попросить действительно Алину, у которой есть виртуальная Штензальца, они сможем уже этим озаботиться. Вот, и точно так же, как с этим трактатом, она поставит его в сеть, и мы сможем этим пользоваться. Значит, ну, короче, я поговорю с ней. Это тяжело делать? Давайте сейчас... А? А это тяжело делать вообще? Без понятия. Без понятия. Я никогда этим не занимался, я чистый чайник во всей этой теме. И если кто-то делает что-то для меня, то я ужасно рад, а я сам ничего делать не могу. Я человек очень узкой специальности. Я вот умею понимать еврейские тексты, а больше ничего делать не умею. Но иногда и по-русски могу пересказывать. Вот. Вы просто про просьбу спросили, я не знаю, удобно ли просить. Мне, конечно, хотелось бы... Да, они уже... У них уже есть это виртуальное видео, насколько я понимаю. Это надо просто выставить в сеть. Я не думаю, что это большие труды. Я попрошу Алину, спрошу Алину, потом дам ссылку или там как-то. Хорошо. Значит, Анька, давай тогда начнем уже без долгих рассуждений. У нас еще целый час. Но сейчас самое главное, это выучим уже. Окей. А, вот Анька есть. Видно. Да, слышно меня, да? Тебя слышно прекрасно. Мне, мне очень поменять. Тебя слышно. Есть четыре начала года. Первая Ниссана – это Рошашана для царей и для праздников. Вот, кстати говоря, тут подошел Минска как раз. Минска, тебя тут просили подойти, потому что хотят поздравить. Ой, а я... Но он только вышел из моря. Ну, мы не будем особенно смущаться. Он в плавках, я надеюсь. Нет, нет, он в плавках, он в плавках. Ну, тогда мы... Тогда мы... Минска, с днем рождения! Спасибо! С днем рождения! Так, слушай, я на уроке. Давай я тебе через часов перезвоню. Вот это. Вот. Хорошо. Для праздников. Первого илю... Да, что это такое? Что значит Рошашанал и Блахим? Да, что такое Новый год для царей? Начало года для царей? Мы будем учить Гемария. Так как бы они будут подробно объяснять, что значит для царей, что значит для праздников. Вот это вот все. Да, первое илюля – это начало года, когда для приношения десятины из животных? Да, когда... Значит, что такое десятина скота, да? Это когда всех животных, родившихся в этом году, проводят под жезлом, да? Загоняют в загон каждого десятого, неглядя метят, метят. И поэтому пригласят жертву. Вот. Но только животных, родившихся в этом году. А что такое в этом году? Это когда? Вот этот год меряется, начиная с первого илова. Ага. А Раби Лезер и Раби Шимон говорят, что это происходит первого Тишрея. Да, и у них поэтому получается три нового года, а не четыре. Потому что два совпадают между собой. Ага, понятно. А первое Тишрея – это Роша Шана для годов, да? То есть начинается отсчет года, да? Ну, и, судя по всему, да. Да. Все это будет объясняться. Да, да, для Шмитим, когда год Шмиты, отсчет начинается для юбилейного года. А вот дальше, Аня, для посадок и для овощей? Сейчас, 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 да. Да. Что такое для посадок? Вот Раша здесь объясняет. Значит, Анатия – это просто. Когда ты сажаешь дерево, три года, и, как известно, его плоды будут считаться урлами, неиспользуемые. Как отсчитываются эти годы? Он говорит, била первая Тишрея – все, первый год уже прошел. Если ты посадил ее даже в Элуле, да? Или, как он говорит, даже в Аве, то первый год проходит через месяц буквально после того, как ты его посадил. Дальше отсчитываются уже второй год. Это называется «Рошшаналенатия». Сейчас посмотрим, что такое «Лейрокод». Это для отделения десятины от овощей. Да, если ты то, что собрано, ну, с зеленью капает, с овощами как, они зреют сравнительно быстро, да? Там нет годового цикла их, это самое, ты посадил, там через два месяца собрал. Но то, что собрано до Рошшана и то, что собрано после Рошшана, они считаются в разных годах. И поэтому труму и всякие-всякие десятины можно приносить из этих для этих, а из этих для этих, но не на отвесе. То есть ты не можешь от огурцов, которые ты собрал до Рошшана, отделить труму за огурцы, которые ты собрал после Рошшана, и наоборот. А, подожди. Ну ведь десятину ты отделяешь в тот момент, когда собираешь. Да, но еще раз, такая классическая десятина, зерно, вино и масло, это сезонная хрень, это как бы, это вещь, которая занимает, ну, в общем и целом год. Да, и это определенные периоды в году, там понятно, что там не перепутаешь, да, виноград, который созрел этой осенью, от винограда, который созрел прошлой осенью, нельзя как бы перепутать. А зелень не так, она постоянно созревает. Вот у тебя огород с огурцами, ты сегодня собрал три огурца, завтра три огурца, послезавтра еще три огурца. Вот. И теперь ты складываешь их в кучку и отделяешь трумотом ассород. Но от тех, которые собрал до Рошшана, отдельно, от тех, которые собрал после Рошшана, отдельно. А, вот я не знала, что для того, чтобы трумотом ассород от овощей, тоже нужно, чтобы это было в одном году. Да, конечно, а как же. Понятно, что ты не можешь абы что отделить это за абы что. Это всегда привязано к году, да, это трума этого года. И вот тут очень важно понять, где, собственно, эта граница между годами. Эта граница, эта Рошшана, которую мы знаем, вроде Харбати Шрей. Значит, первого швата, это Рошшана для дерева. Тоже для десятины речь идет. Тоже для, ага. А, понятно. Ну, там не так, там не про сбор урожая, там про вот как. Вот, посмотрите, в Раше. Рошшана лейлан, линьян маасэр, шеин маасрин пирота лейлан шеханту, кодэм шват, а шеханту ляхар шват. То есть те, которые завязи, сделали завязи до швата, до первого швата, ну, по баэтшамаю, а по баэтилену до пятнадцатого. Это урожай, как бы, прошлого года, а те, которые завязались после этого, после этого, это урожай уже следующего года. И тоже их нужно разложить в две разные пучки и по отдельности отделять десятилетия. Даже если они собраны в одном и том же году. А, понятно. Понятно. То есть надо внимательно смотреть, когда завязались платы. В этот день нужно выйти в сад и посмотреть, какие деревья какие, да? И, например, пометить и пометить их, может быть, да? Имеется с помощью. Тубишват – это по баэтилену. Нет, это по баэтшамаю, что это первого швата, а баэтилен говорит пятнадцатого швата. Да, и вот этот тубишват – это третья деревня, разумеется. Что-что? Шурик, секундочку, вопрос. Побед и лилю. Кто спрашивает и что он спрашивает? Я, Нахама. А почему же тогда у нас такой иньян сажать деревья в тубишват, что как будто бы это предыдущий год? Это уже наверчина, как бы, это уже наверчина поздний обычай. Деревья – это вообще, это уже сианистский обычай, насколько я понимаю. Что только РНК Емин, он просто не существовал. Ну, никому не приходило в голову, никому не приходило в голову. Ну, евреи просто не сажали никаких деревьев, грубо говоря. Вот. В большинстве стран. Вот. Это сианистские обычаи, потому что очень многие вещи, и в том числе и языковые, я кому-то объяснял мне не так давно. И в том числе и, так сказать, обычаи – это переформатированные библейские и металлмудические вещи. То же самое с обычаями Ладбаумера, да. Этот Хэтсва Кэшет, который, похоже, что этот Кэшет намекает на Кэшет Багнан, да, на радугу, которая не появлялась во времена Раби Шимана. И похоже, что это все-таки связано, действительно, с Юлашем Раби Шиман, да, со смертью Раби Шимана, которую отмечают каббалисты. У сианиста преобразовалось в Хэтсва Кэшет, которые стреляют, которые уже символизируют восстание Баркова, которые вообще все забыли уже до полторы лет назад на тот момент. Восстание Баркова – это самая непопулярная тема вообще во всем долгу. Ну и тем более апостол. Точно так же и здесь, с Тубешватом. У нас привязка вот здесь, да. 15-я Швата, по предхилею, который мы считаем Мэдсейром, это день, когда мы выходим в сад и метим деревья. Вот эти у нас будут идти урожаи прежнего года, а эти урожаи следующего года. Теперь, когда евреи поджимы во всяких диких странах, особенно в Европе, где Тубешват – это середина зимы. И там, вообще-то, эти деревья стоят под снегом в полторы, и там вряд ли никаких плодов уже давно нету или еще нету. Да это не я шумлю, сейчас. Сейчас попробую. Вот. Значит, поэтому появился, обычно, есть сухофрукты, да, чтобы хоть как-то напомнить себе о том, что там, в земле Израиля, когда мы будем жить свободными в земле Израиля, этот день будет каким-то образом связан с плодами деревьев. А потом уже, когда началось возвращение в землю, и сионисты плохо себе представляли, ну, они, может, и хорошо себе представляли, потому что половина из них получилась в Ершивы. Но они не, как бы, им не нужно было, не нужно было морочиться этим вопросом десяти на турмод, потому что они были, в основном, неревидиозными. Тут придумалось обычай по-новой связать это, как бы, с деревьями, да, то есть высаживать вот эти саженцы. Это заодно и довольно удобное время для этого, они хорошо принимаются в Санкт-Петербурге. Ну, вот как-то так. Так вообще культура работает, на мой взгляд. Некоторые вещи, они довольно личные, они, как бы, привязаны много к чему, в том числе и в таком вещественном мире, природном. Но они переосмысляются все время разными способами, да. На тот же праздник Песох мы тоже можем посмотреть с одной стороны, но это уже библейское взгляд. Можем посмотреть с одной стороны, как на время начала созревания сбора урожая, начало созревания ичменя и сбора зерновых. Но мы можем смотреть и с другой стороны, как на время исхода из Египта, да. И они существуют, они, как бы, вместе идут, в случае Песоха, с библейских времен, да. А с Тубишватом, там по-другому, там игра была другая, он появился поидже, да, вот прямо здесь, да. Здесь вот в Мишне, это первое место, где мы видим эту дату вообще хоть в каком-то виде. Значит, сначала это дата разделения десятины этого года и того. Чтобы разделить эти десятины, нужно выйти в сад физический, посмотреть на эти деревца. Значит, кто ханту, а кто лоханту. Следует на это уже есть некоторое слово для какого-то такого праздника, ну, такого действа, связанного с деревьями. Ну, и дальше опять же, в меру своих возможностей, в Галуте это сухофрукты, а в Израиле это саженцы. Все очень логично, на самом деле, все очень логично. Но начало получше вот здесь. Просто когда, просто когда мы устанавливаем некоторые формальные столбы для того, чтобы, там, каким-то образом измерять верить. Кстати, кстати, это очень интересный само по себе, очень интересный, очень интересная мишна, вот почему. Значит, если кто помнит, учил или там, я не знаю, слышу, мишна трактата Брахот, начало мишны трактата Брахот. Вот, речь идет о разделении времени, в смысле дня, на день и ночь, прежде всего. Да? Начало трактата Псахим, вот мы учим в другой группе, в моей домашней группе. Там тоже, там обсуждение, чуть ли не листание на полтора. Что такое вечер? Да? Что такое вечер и что такое утро? Здесь у нас время, вообще, это тоже очень характерно. В трактате Шаббат, начало трактата Шаббат, чуть ли не вся первая мишна, там, листов 10-15, наверное. До хрена, текста? Там режется пространство, там выясняется, что такое недалеко от пола, рядом со стеной, выше чем там, я не знаю что. В общем, там много-много всяких таких вот различений. То есть, такое ощущение, что вообще пространство комнаты режется такими кубиками разного размера, и в каждом из этих кубиков, в виртуальных, естественно, предметы ведут себя по-разному, биологически. Физические законы при этом не затрагиваются, а логически, они, там, очень интересные вещи происходят. Вот. Теперь здесь у нас тоже, мы тоже даем некоторое определение времени, календарному времени в данном случае. Что такое календарь? Что такое начало года? Что такое прошлый год? А что такое этот? А, вот, оказывается, есть четыре разных способа понимать, когда у нас наступает этот год и качается предыдущий. Да? Я сейчас внятно сказал, да? Да, да. Да, вполне. Вот. Ну, я думаю, что мы можем продолжить геморрой, Анька. Или мы еще что-то хотим обсудить в Мишне. По-моему, так, вроде, общая идея ясна, нам нужно теперь разобраться в подробности. А подробности, это как раз геморрой. Я хочу только, Двич, а где ты сказал про пространство, говорится? В начало трактата Шаббат, там огромная гемора про то, что такое, насколько нужно поднять что-нибудь, чтобы оно стало там в отдельном владении. Ну, вот это вот все там. Там очень много всяких интересных вещей по этому поводу. Я просто помню, что... Я сейчас подробности не перескажу, но я помню, что впечатление было совершенно ошарашивающее. Что действительно, буквально вся комната такими невидимыми лучами разрезана как бы на странные куски пространства. Потом это переходит уже дальше. Потом это переходит на разделение владений. На Шута-Хит, Шута-Рабейм, там еще два разных владения есть. И это тоже очень, по-своему, увлекательно. То есть, пространство города тоже делится некоторыми интересными кусками, в каждом из которых предметы ведут себя по-разному. А логические, опять же. Вот, они не физические, понятно, физические законы, они в другом работают. Вот. Смотри, я могу... А что-то исчезло. Я могу... Слышь, Шурик, я могу попробовать читать? Я не знаю. Дело в том, что здесь такое впечатление, что какой-то косилкой косит траву, будет вот этот шум. Я не знаю, будет... Ну, давайте я за разнообразие почитаю. Да, мы все-таки... Все-таки тоже, мне тоже хочется принять участие в начале, как бы, начале трактата. Итак, значит, мы говорили, что... Первый Несан — это Новый Год от царей. Гемария открывается с этого. Что значит, что нам для конкретного соблюдения, чем это важно? Какая Лавхаз следует из того, что Первый Несан — это Новый Год от царей. Ама Равхизда. Лишь-то рот. Равхизда говорит, что речь идет о датах на документах. Вот как это объясняет Раше. Он говорит, что значит, что у нас будет царь, или там был царь. Зачем нам нужно думать про какое-то Первое Несана? Когда царь воцарился? Вот тогда и начался его Первый Год правления. Что такое Леш-то рот? На какой вопрос отвечает это? Он говорит, ну, ведь безумно неудобно. Хорошо, царя Влада, цари, у них там, наверное, какие-то в дворце свои политические отношения. Может быть, им там зачем-то нужно знать, когда царь воцарился. Но нам-то удобно знать, какую дату правления такого-то царя в такой-то год такого-то царя. Вот какую дату ставить? Считать каждый раз полный год от того, как он воцарился, то это еще мы с ума сойдем. Поэтому установили, как говорят расхисты, по мнению расхисты, установили специальную дату, когда Первый Несана, предыдущий год царствования этого царя сменяется следующим. И нам удобно говорить, ну, как у нас сегодня Новый Год гражданский, да? Ну, 1 января. До 1 января это, там, 19-й год, а после 1 января уже 20-й. Вот так мы и так, 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 так идем. Вот, поскольку у них было принято, ну, у них, у каких-то них, например, у библейских них, было принято мерить года не по календарным годам, то есть не, там, седьмого Тишрея, там, такого-то года от створения мира, а по годам празднования, по годам царствования царей, посмотрите, это много где в Танахе есть, там, седьмой год царствования, там, там, какого-нибудь Ошьяу, там, случилось, там, что-то такое-то такое-то. Вот. В такой-то день, седьмой год, вот этот, значит, это, значит, вот так удобно мерить, и этот день установили первого Ниссана. А, кстати, интересно, что, интересно, что они не написали, что первого Ниссана Рошанале Худашин. Это, кстати, тоже умер Дашени, как бы, да, надо понять, почему они этого не сказали, но это, возможно, Гемаре будет еще обсуждаться, потому что, потому что ведь самое важное в первом Ниссане, это то, что он первый месяц, да, Худаш, Азэ, Латэм, Рош, Коля, Худашин, так? Я говорю, что еще цари первого Ниссана начинали мастить дороги, так что это тоже, чтобы выходить. Прости, пожалуйста, Миря, я вот сейчас тебя не слышал совсем. Я говорю, что еще первое Ниссана, это когда начинали для царей, или сами цари мастить дороги, чтобы выходить на войну, так что это естественно, что это для царей. Интересно, тоже интересное соображение, но оно интересное само по себе, как историческое соображение, да, это довольно логично, начинается весна, сухо, можно начинать вот это вот все. Но нам, как логическим, как бы, существам, это не совсем релевантно. Почему? Вот я как раз помню, я это рисовала, я это очень как раз представляла, там, царь выходит, он дает первую пкуду, то есть он появляется перед народом. Ну и вообще как-то и все поехало. С одной стороны, да, с другой стороны, нам нужно это ввести как бы в очевидный повседневный алахический обиход. Рахист это делает, он говорит, какую дату я ставлю на документе. Допустим, что я этот документ заключаю, например, вовсе даже не с евреем, с кем-то львым человеком, который, знаете, не знает, что у меня там Ниссан, или там Тишре, или я не знаю что, и какой у меня там год от сотворения мира. Он вообще от Рождества от Христова это дело пишет. Но нам нужно выбрать какую-то общую дату. Эта общая дата – это год правления царя. И эта дата будет стоять на документе. А, вот, Раш еще так объясняет. Это тоже ужасно важно, да? Что вот на дате стоит число, да? А как понять, какого она года? На этом самом, блин, на документе, ну, обычный штар – это штархов, да? Это какая-то долговая расписка. Вот стоит какое-то число. Теперь нам нужно понять, какой из двух документов был написан раньше, а какой позже. То есть, например, это важно тогда с точки зрения того, перед каким кредитором должны будет нести ответственность раньше. То есть, какому кредитору он будет отдавать, грубо говоря, свою землю, если у него ее мало? Да? Более раннему. Потому что тогда будет считаться, что это… Ну, в общем, короче. Это важно. Вот. А, ну да, дальше. Значит, тут есть об этом мишна, собственно. Детна. Мишна бешуут. Или бешуит. Сейчас, секундочку. Бешуит, наверное. Штарыху мукдамим псулим. Амиухарим кширим. Так, вот тут я уже ничего не понял. А, тут вот как. Очень интересно. Потому что есть такая мишна. Штары, хова, мукдамин. Те, которые вексели, да, долговые расписки, которые… На которых стоит дата раньше, чем физически были взяты деньги. Они не считаются, не считаются действительными. И только те, которые… А те, на которых стоит дата позже, чем взятие, физическое взятие денег, они кошерные. По ним можно взыскивать. Подожди, вот это… Это было полноценное очевидное. Шурик, Шурик, как-то это не очень понятно. То есть, если что-то было взято, деньги, а потом была долговая расписка, там же можно написать все, что угодно как-то. Почему она действительная? Значит, в ней можно написать все, что угодно. Не, нельзя написать все, что угодно. Смотри. То есть, мне бы казалось логичнее наоборот. Вот что. А вот нет. Хорошо, это интересный вопрос, да, само по себе. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что пишет нам Раша по этому поводу. Рассказывает. 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 написал на списку, а там написано, когда я должен отдать, а в срок не отдал. Теперь он имеет право прийти в суд прежде всего, опротестовать эту, как бы, то, что называется, опротестовать эту версию. И суд ему, как бы, дает право взыскать меня этой недвижимостью, например, недвижимостью. Ну, поскольку, если бы у меня была движимость, то я бы ее и отдал. Движимость – это те же деньги. Теперь, но в таких случаях он имеет право с меня взять некую равноценную недвижимость. Так, теперь он говорит, так, значит, что происходит в случае, какую недвижимость он может с меня забрать? Он может забрать только ту недвижимость, которая у меня была на момент заключения этой сделки. Более того, эту недвижимость он может забрать и у того, кто у меня ее купил. В известных случаях он может… Эта земля считается мешуабедет, порабощена этим займом, и я не имею права ее продавать. Я поступаю безответственно, если продаю ее. Значит, человек, покупающий эту землю, берет на себя риск, в некотором смысле, того, что эту землю в нее заберут. Да. Потом он будет судиться со мной и в взыске пытаться взыскать свинья. Ну, свинья-то уже взять нечего, я уже все продал и деньги пробил. Вот. Поэтому попадает на деньги этот самый, значит, покупатель. Теперь, некоторые жулики, как объясняет Раши, делают так. Оформляют сделку более ранним числом, чтобы… Оформляют в смысле не сделку, а оформляют долг более ранним числом, чтобы иметь возможность захватить то имущество, которое было продано еще до физической суды. Да? Значит, представляете, да, как это работает? Вот взаймы я тебе даю сегодня, но расписку прошу написать месяцем назад. Потому что тот дом, ту квартиру, которую ты вынужден был продать в течение этого месяца, я, когда ты мне не заплатишь через год, захвачу у покупателя. Понятно это вот? Да. Да? Вот Вася уже пропил свою квартиру, все, ее нет уже, а он ее уже пропил. Теперь, мне нужно хоть… Если я даю Васе в долг, я понимаю, что он пропьет, что он уже пропил всю квартиру, но мне нужно хоть какое-то обеспечение от того Васи. Я говорю, Вася, у тебя квартира-то была? Я говорю, была. Ну, так напиши мне расписочку, вот на то время, когда она у тебя еще была. И тогда я тебе дам с удовольствием, с удовольствием дам деньги в долг. Он ей говорю, ну, хорошо. Ну, и пропивает немедленно деньги, естественно. Тогда я, значит, когда истекает срок долга, я с этой расписочкой и прихожу в суд и говорю, вот, понимаете, как этот урод Вася-то деньги-то пропил и не отдает. Ну, у него же была квартира, он ее продал, а деньги все равно не отдал, а пропил. Вот. Значит, квартиру-то мне отдайте, а он не имел права ее продавать. В этом смысле мне выгодно оставить более раннее число. Поэтому из-за этих жуликов мудрецы постановили, что все датированные более ранним числом документы, даже если они не замешаны в каких-то журналистических схемах, все считаются абсолютно. Они не завзыскиваны. Да, это, это, я это поняла, слышу, Рик. Ну, а как можно было бы вот в случае с этим Васей забирать квартиру у покупателя, который купил у Васи? Тот-то вообще ни при чем? Значит, ни при чем. Он должен проверить, висят ли на ней долги или нет. Ни при чем здесь я, который дал честный долг у Васи. Вот я действительно ни при чем. Я дал власть, вот если все происходит честно, да, вот в честной ситуации. Это действительно не всегда легко понять, но у меня заняло это некоторое время. То есть получается, что, Шурик, извини, то есть получается ответственность на покупателей, чтобы проверить, что на этой квартире не висит долгов? Да, верно. И тогда получается, он смотрит, нет долгов. А потом вдруг оказывается, что ему предъявляют вот эту вот расписку. Да, это, помимо всего прочего, это приходит из римского права. То, что называется кавет, эмфтор, по-моему, да, или кто лучше меня латынь знает. Вот. Что покупатель должен беречься. Не покупатель он что-то, не, не, ну, хорошо. А если Васи украл, украл, украл у меня, как бы, украл у меня, там, я не знаю, корову. И продал, и продал кому-то. То что будет? Да, что будет? Я пойду, разыщу эту корову, найму частного сыщика. Частный сыщик разыщит мне эту корову. Я приведу признаки этой коровы, достоверные признаки, что я точно знаю, что это корова или это корова моя. И заберу эту корову. И пусть они потом судятся между собой. Не виноват в данном случае тот, кто, в смысле, не виноват в том, в имущественном смысле, не виноват тот, кто дал деньги в долг или тот, у кого украли. Это все равно, что кража. Вот он не виноват. И ему полагается немедленное размещение. Немедленное. Вот они потом пусть разбираются. Да, правильно. Потому что это фактически то же самое, что перепродать краденое. Именно так. Он должен был дать мне, а дал другому. А как определить? Эта глава не имеет права продавать эту квартиру. Ну, все, что я беру на шкарту. А потом продаю квартиру и уезжаю в Америку. Что будет? Отбираю квартиру и все. Ну, это связано с некоторым судебным процессом, но тем не менее. Слушай, вот мы приходим в суд. У меня, у тебя расписка, что ты дадал мне в долг. И она датирована там, ну, предположим, Ниссаном. Лулем она у тебя датирована, но я говорю, что на самом деле ты у меня, что это было в Ниссане. А ты говоришь, что вы Луля. Ну. Как определить, кто из нас врет? А тут кто? Приводим свидетелей того, что я тебе физически отдавал деньги. А. Угу. В этом все дело. Что у всех. И тогда этот займ превращается в займ устный. А по устному займу нельзя взыскивать недвижимость. Угу. Понятно. А, по устному займу нельзя взыскивать недвижимость. Это ровно то, что ты здесь раньше говоришь, да. Я с этого начал, что по расписке обладают лишним, как бы, лишним свойством. По ним можно взыскивать недвижимость, в том числе у третьих лиц. А по устному займу я могу только с Васей, как бы, разобраться. Если у Васи есть что-нибудь, то хорошо. Я могу у него отмести, как бы, в том числе и квартиру, возможно. Это будет мне стоить некоторого судебного процесса, но не очень длинного. Но подожди, но ведь все-таки, подожди, я не понимаю. Если, когда ты давал Васе в долг, ты же привел свидетелей, правильно? Конечно. Конечно. Так вот, после этого этот жулик берет, идет в суд и говорит, а на самом деле, Вася мне давал вот не тогда, а месяц назад. Так Вася приведет свидетелей и скажет, нет, это не было так. Ну, если дойдет до этого, то да. Тогда он действительно сможет доказать. Тогда он сможет доказать. Но... Это не совсем просто, потому что мы с Равстрюковским много читали про лже свидетелей, потому что они тоже были очень популярны. Да-да-да-да-да. Это уже не на самом деле. И приходят свидетели, они свидетельствуют, потом приходят следующие свидетельствуют, что этих там не было и быть не могло, а потом приходят еще четвертые и говорят, что тех, наоборот, вторых не было и они, понимаешь? Да-да-да. Это тоже... То есть тогда получается, что устные вообще, если так, как сказала Миря, то тогда устные вообще договоренности не должны были бы быть, а приниматься в суд только вот эти письменные расписки. Нет, но это не... Нет-нет, свидетели все равно учитываются, но очень, потому что за лже свидетельство очень тяжелое наказание, но тем не менее они были и они все путали. И там очень хитрая идея, как их выявлять. Да, но это... Это... Это отдельный... Это... Это... Говор в другом трактате. Мы сейчас... Я не очень хочу углубляться в этом... Больше необходимо. Но да, именно поэтому. Люди вообще пишут расписки. В частности, именно поэтому. И расписку легко привести. На ней стоят подписи свидетелей. Этих свидетелей, в принципе, не проблема разыскать. Да? И их-то уже нельзя как бы... Не фальсифицируешь. Да? Вот его роспись собственноручная стоит. Вот. Э... Поэтому расписки надежнее во многих отношениях. Но теперь, как бы... Теперь они говорят, что расписки должны быть датированы по-хорошему строго тем числом, которые... В которые деньги физически давались. И если они датированы раншим числом, то мы тут же заподозрим... Тут же заподозрим обман. Да? Некоторую схему с целью развести как бы покупателя. Вот. Вот. Поэтому мы на всякий случай, мудрецы говорят... Мы... Кунцин, да? Мы штрафуем тех, кто так делает. Не важно, жульничество это схема или какая. Да? Мы на всякий случай просто объявляем все расписки, как бы... Которые не соответствуют физической даче денег. Они объявляют недействительные. Но не все. А только те, которые раньше. Потому что они-то могут участвовать в схеме. А те, которые позже, например... Я даю деньги устно. На подустное, подустное, подустное обещание. Да? Вот я дал денег. Через несколько дней, через некоторое время, я начал задумываться, а так ли надежен этот Вася? А не продаст ли он свою последнюю квартирку, чтобы не выплатить мне вовсе долго, а чтобы пропить ее? И тогда я прихожу заново к Васе. И говорю, Вася, слушай, я тебе, конечно, верю. Да? Мы друзья, нет никаких разговоров. Но, слушай, на всякий случай, чтобы чего не вышло, напиши-ка мне бумажечку. И вот тогда я начинаю быть в праве отмести квартиру, в том числе и у покупателей. Мало чего, Вася помрет, и у Вася там там отдельные там отдельные заморочки с наследованием. Я даже не буду сейчас сюда отходить. Я их когда-то учил, но сейчас это не наша тема вовсе. Вот. Но в любом случае, для надежности я прошу у него расписку. Такая расписка будет, действительно. Вот. А чтобы различить Мукдамим и Мухарим, да, чтобы различить ранние расписки и поздние, нам нужна точная дата. В том числе и дата в годах. А это вот, а они нотируются по годам правления. А годы правления стандартизуются по первому Несану. Бога. И есть такая практика, что если царь воцарился 29-го Адара, то на следующий день первого Несана считается, что он правил год. А если он первого Несана воцарился, то год будет следующего первого Несана. Понятно? Нет, не поняла. А что значит следующего первого Несана? Ну как? Он не может процертвовать год, не править нисколько. А, да, да. Если он правил один день, то один день считается, что он правил целый год. А если он не правил одного дня, то этот год будет по прожестру к салендарному году через первого Несана следующего года. Ну это так же, как с Кохена Гадоль, что вот если этот грешник убежал, считается, что встал новый Кохен Гадоль, это тоже как бы... Подожди, но там, насколько я понимаю, тут нет аналогии в мире. По-моему, там когда он встал, тогда и встал, разве нет там? Нет, там тоже было, нет, что читалось, что последний год, вот как бы... Нет, там тоже какая-то была такая штука. Сейчас не могу, я сейчас начала запутываться, но я помню, что там тоже что-то было такое. Может быть, мы даже это затронем. Сейчас посмотрим. Мы сейчас много времени посвятим тому, что такое салендарное время вообще. Как бы... Мы много об этом узнаем, поверьте. Вот. Амар-мар. И теперь мы разбираем эту брайту. Мы привели брайту некоторую, которая говорит, что все до первого встречного первого Ниссана будет первым годом правления этого целя, даже если он пропавил всего один день. И из этого будет следует вывод, да, что Ниссан – это Роша Шанале Млахи, да, из брайты. Мы сейчас забыли про Нишну на секундочку, да, мы разбираем эту брайту, которую они привели. Что Ниссан будет считаться началом года для правления царей, и что даже один день будет считаться полным годом. Дальше. Вейм Гуамад Элэ Вейхад Бонисан. Это у нас час, вообще. Кто не знает, который у нас час? А, ну, скоро уже. Вейм Гуамад Элэ Вейхад Бонисан. Эмму Нимну Шанача и Геа Ниссана Хэра. А если он воцарился только первого Ниссана, то тогда его год будет отсчитан только, когда наступит следующая первая Ниссана. Ла Цриха. Де имну Алей Меда. А, это не стоило бы говорить, потому что было бы обшито, да, это не стоило бы говорить, потому что мы и так понимаем, что счет годов царей начинается с первого Ниссана, но это важно только для тех случаев, когда царя назначили еще в Адаре, еще в прошлом году как бы. То есть, например, ситуация такая, умирает царь. Царь умирает где-то, ну, не знаю, в Пуре умирает. Вот. И король умер так, так сказать, назначил король, но коронация физическая этого нового царя будет только первого Ниссана. Вступление на престол, так сказать, официально. И вот тогда у него не будет, вот этот кусочек, который прошел между смертью того царя и воцарением этого, он как бы будет ничьим. Он не будет считаться одним. Он будет считаться еще прошлым царем, он не будет считаться новым. Да? Подожди, я не поняла, то есть они спросили, зачем говорить об этом, это и так понятно, да? Ну да, вроде бы вторая часть Брата как бы не нужна. Мы и так уже поняли, что с первого Ниссана начинается отщеп. Подожди, а если предыдущий царь умер 15-го Ниссана, так мы считаем правление следующего царя только через год? Нет, почему же? Этот год будет одновременно последним годом правления того и первым годом правления этого. То есть они типа как бы одновременно правили? Вот это вот интересный вопрос, потому что они сейчас будут, мне кажется, это обсуждать. если я правильно помню, что там было, мне кажется, что они будут это сейчас обсуждать в Гемаре, это действительно само по себе очень интересный вопрос, как это сложить между собой. Да. Что мы могли бы сказать в том случае, если он умер в Пуре, что этому царю отчитывается и вот этот кусочек следующий год за год и еще следующий год, значит, два года. Значит, комашно вам, что это не так? Мать, перезвоню через 10 минут, у меня сейчас урок, ладно? Ладно. Все, давай. Они все звери или просто все? Так. Танур Банан. Танур Банан. Мет в Адар. В Амад Ахер. Тахта в Адар. У них шана лезе в лезе. Вот. Вот это то, что зор, как бы, ну, он такой возможность, и вот она действительно получается. То есть они взяли еще одну границу, которая называется месяц Адар? Нет. Адар тут просто как месяц перед Ниссаном. Если он там... Да, да, конечно. Конечно. Месяц перед Ниссаном, я говорю... А, нет. Это не важно. Нет. В смысле, что он может и в Швате это произойти. Это не важно. Просто Адар, как бы, нам заостряет проблему, как бы, да? В смысле, что прошел всего один день, а он уже считает себя годом. Это не так странно, как если бы это произошло в Тишрее, например. Ну, наоборот, в Тишрее это было бы не так странно. А Адар это уже получается, получается уже так кицуни, как бы, да? То есть он всего проправил день, а считается, что уже целый год. Теперь, если он... Если прежний царь умер в Адаре, и новый встал вместо него в Адаре Же, то тогда этот год, в котором они они... Опять же, или в Тишрее, это совершенно не важно. Этот год, который они... Первую половину правил один, а вторую половину другой, засчитывается им обоим. Если он умер в Адаре, а новый царь поставлен только в Ниссане, то тот год относится к тому покойному, а следующий год – ко второму. Так, ладно, давайте мы здесь закончим, на самом деле, чтобы вдумчиво это рассматривать, времени мало, а все-таки хотелось бы рассмотреть это вдумчиво. Давайте уже в следующий раз про царей поговорим еще раз, начнем с какого-то места и поговорим про царей. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Ладно, спасибо. Все, ладно, спасибо вам. Мы большие молодцы, я реально считаю, что мы просто встанем мысли и одолеем целый трактат по моду, я тоже вам. Здорово, ура! Ура! Здорово! Ну, давайте, пока! Спасибо! Спасибо, Дарья, спасибо! Да. Ну, как мы выходим? Я пытаюсь как выключить конференцию из… integration. Вот вы. Спасибо. Поеント.